Вы получили новый стейтмент из банка и там почему-то вы должны платить немножко больше денег. И соответственно вопрос, неужели у вас поднялся пеймент, неужели у вас процент вырос, неужели у вас что-то поменялось. Главное из-за чего может поменяться ваш пеймент, только или у вас подняли страховку и вам об этом никто не сказал, или у вас поднялись налоги на вашу недвижимость. Скорее всего это могут быть налоги, но часто из-за того, что сейчас пожары, страховые компании начинают поднимать свои цены. И это тоже может повлиять на причину, почему у вас поднялся пеймент. В первую очередь посмотрите на ваш стейтмент и посмотрите непосредственно на там, где написано escrow или impound account. Или эта цифра изменилась по сравнению с той цифрой, которая была до этого. Вы можете позвонить также в банк и спросить, что у вас непосредственно поднялась, страховка или просто такса. Часто, когда вы покупаете дом, допустим, в декабре месяце, у вас пеймент будет включать в себя таксу, которую платил продавец. Потому что аккаунти, они пересчитывают ваш пеймент на вашу таксу каждый примерно октябрь. И, соответственно, если вы купили в декабре, у аккаунти еще не было времени, чтобы пересчитать вашу таксу. И, возможно, у вас собирали неправильную цифру. Когда это происходит, вы платите чуть-чуть меньше. И затем, когда проходит октябрь-ноябрь, аккаунти пересчитывают вашу таксу и посылают эту информацию в банк. Банк, получив эту информацию, пересчитывает ваш impound account. Соответственно, у вас получается задолженность. Банк говорит, вы можете сразу заплатить эту разницу. Или мы вам можем эту разницу разбить на 12 месяцев. Таким образом, у вас пеймент поднимется на эту сумму, то есть на одну двенадцатую того, что вы должны. Поэтому, если вы получили стейтмент и у вас поднялся пеймент, в первую очередь, посмотрите на ваш impound аккаунт и сравните, что именно произошло. Если у вас будут дополнительные вопросы, пожалуйста, звоните, постараюсь объяснить.